В 11 главе Евангелия от Марка Водалеке смоковницу, покрытую листвой, он пошел посмотреть, не найдет ли он на ней чего-нибудь. Когда он подошел поближе, то ничего кроме листьев не обнаружил, потому что еще не наступило время сбора плодов. Он сказал ей, пусть никто и никогда больше не отведает твоих плодов. И его толмидим, то есть ученики, слышали, что он сказал. Дальше Марк описывает, как Ешуа пришел в храм и устроил там небольшой погром. Выгнал всех продавцов и покупателей вместе со всем их товаром и опрокинул в столы менял, то есть людей, занимавшихся обменом валюты. Эта сцена тоже как-то не вписывается в этот привычный образ кроткого и смиренного друга обездоленных. Особенно если еще добавить к ней бич, который Ешуа свил из веревок. Мы здесь видим, что Ешуа применяет физическую силу, что для него также не характерно, как говорить с деревьями. И тем более проклинать их. Под вечер он уходит из храма и опять ночует за пределами города. Вероятно в Бейтане. Адак и на завтра снова идет в храм и по дороге они, то есть Ешуа и его ученики, опять видят ту самую смоковницу. Утром, проходя мимо, Талмедим увидели, что смоковница засохла до самых корней. Кифа вспомнил и сказал Ешуа, рабе, взгляни, смоковница, которую ты проклял, засохла. После этого Ешуа учит своих учеников о вере, молитве и прощении. То есть как бы приходит в себя, в такого себя, каким мы его знаем и понимаем. Учителя, призывающего к радикальному посвящению Богу и милосердию в отношениях с ближним. Но зачем смоковницу-то проклинать было? Неужели исключительно в педагогических целях? Разве такой добрый, мягкий и мудрый учитель, как Ешуа, не нашел бы при желании менее жесткий способ продемонстрировать действие веры, двигающей горами? Более того, во всей этой истории есть два, если так можно выразиться, отягчающих обстоятельства. Во-первых, в 12 стихе Марк сам пишет, что Ешуа заинтересовался смоковницей, потому что почувствовал голод. То есть, не будь он голоден, дерево стояло бы себе преспокойно и дальше. Однако дереву не повезло. Оно подвернулось под руку голодному, но от этого не менее могущественному чудотворцу, который со злости взял да и проклял его. Во-вторых, в этом же отрывке черным по белому сказано, что для плодов было еще рано. То есть, вполне возможно, что смоковница была в полном порядке, и попадись она Ешуа на глаза через месяцок-другой, он увидел бы на ней не только листья, но и смоквы. Однако, скажет скептик, чудотворец был не только импульсивен, но и, как бы это помягче выразиться, не сведущ в сельском хозяйстве. Совершенно неразумно поступил одним словом. С какой стороны ни посмотри. Попытался неухлюже выкрутиться из этой ситуации с помощью рассуждений о вере, которые сами по себе звучат вполне благозвучно. Однако, если ученики следовали не только устным поучениям учителя, но и личному примеру, то совсем неудивительно, если после этой истории они начали проклинать налево-направо смоквы, виноградники и прочие плодовые деревья, которые их не насытили по первому требованию. Ну, впрочем, деревья бог с ними, лишь бы не людей. Я не знаю, что произошло в тот момент с верой учеников, а наша вера при встрече с таким Ешуа не горы передвигать начинает, а трещит по швам. Капризный ребенок, который не умеет справляться с чувством голода и вдобавок, ну, простите, ничего не знает о родной природе. Вот каким он выглядит тут. Можно ли такого человека называть мессией, господом или спасителем? Ну, конечно, можно вообще спрятать голову в песок и никаких неудобных таких вопросов не задавать. Можно проигнорировать весь контекст этой истории и оставить из нее только то, что нам кажется понятным и интересным. То есть, слова Ешуа о том, что вера может передвигать горы. Ну, а дальше, конечно, что? Мы начнем пытаться повелевать всяким горам броситься в море. Пустому кошельку наполниться деньгами, старому автомобилю завестись и так далее. Если вдруг деньги появятся или машина заведется, что не исключено, мы, скорее всего, подумаем, что вот оно работает. То есть, что мы уже и так все поняли, потому что лучший критерий нашей правоты – это результат, который можно потрогать руками. Волшебная формула, вот она, у нас в руках. Соответственно, поиск ответов на вопросы, объясняющие поведение Ешуа, покажется пустой тратой времени. Однако у меня есть сомнения в том, что при таком небрежном и поверхностном подходе к Писанию, мы сможем правильно понять, что же Бог говорит нам через него. Так что давайте все-таки немного порассуждаем. Из того, что мы знаем о Ешуа на основании Нового Завета, совершенно ясно, что он не проклял эту смоковницу случайно или импульсивно. В этом наверняка был некий смысл и водительство Божье. И в таком случае, если отталкиваться от этого предположения, голодный желудок Ешуа не является камнем преткновения. В конце концов, Ешуа был такой же человек, как и все мы. И если нашему праотцу Ицхаку было проще благословить сына после хорошего обеда, как об этом написано в 27 главе книги Бытия, то разумно предположить, что совершать обратное духовное действие, то есть проклинать, тоже проще в соответствующем физическом состоянии, то есть натощак. Впрочем, это лишь предположение, я не занимаюсь проклятиями, да впрочем и благословениями тоже не часто занимаюсь, вот так вот, серийно. Лишь предположение, однако, по-моему, разумное. Ну, а трудность, связанная с тем, что еще не время было сбора урожая, тоже разрешима. Тут есть два момента. Все комментаторы в один голос пишут, что самые первые смоквы появляются на смоковнице еще до того, как на ней распускаются листья. Ко времени появления листьев они уже съедобные, хотя и незрелые. И поэтому, когда Ишу увидел на смоковнице листья, он пошел к ней, надеясь обнаружить вот эти ранние смокви, то есть еще не спелые, но сгодившиеся бы для утоления голода. Так что попытка найти что-то на смоковнице, покрытой листьями, вполне разумна. Но тогда возникает вопрос, а зачем же Марк добавляет вот эти слова, потому что еще не наступило время сбора плодов. Они выставляют Ишу в глазах читателя, человеком, который не знает элементарных вещей о природе своей страны. Ответ, который я для себя счел удовлетворительным, нашелся в книге библеиста, очень известного, современного, по имени Крейг Эванс. Его комментарии на Евангелие от Марка. Там он ссылается на работу одного специалиста по греческому языку, новозаветному, который утверждает, что частица греческая, которая на русский язык переводится иногда, потому что, иногда поэтому, используется Марком очень часто. И вот это частое ее использование, утверждает спец по греческому, характерно для тех авторов, которые далеко не всегда пользуются ей именно для обозначения причинно-следственной связи. То есть, другими словами, если бы автор писал более ясно и последовательно, то текст выглядел бы, ну, примерно так. Итак, заметив смоковницу, он подошел к ней, несмотря на то, что время сбора плодов еще не наступило, поскольку видел, что она покрыта листвой. Потому он и надеялся найти на ней ранние смоквы. Итак, в том, что Ешуа рассчитывал на эти смоквы, ничего странного нет. И то, что он их не нашел на том конкретном дереве, соответственно, означало, что с деревом что-то было явно не в порядке. На нем не росли плоды, которые должны были расти. Была одна лишь листва. Так что проклятие, которое Ешуа произнес, не было совершенно беспричинным или бессмысленным. Но в таком случае, в чем же тогда заключался его смысл? Но, ведь, ну, не для того же он проклял смоковницу, чтобы потом использовать эту ситуацию как отправную точку для учения о вере, молитве и прощении. Во всяком случае, не для этого в первую очередь. Педагогика тут явно не была главной. Целью, ведь обо всем об этом, и о вере, и о молитве, и о прощении, можно учить без таких жестких предварительных сцен. Ну, тогда зачем же все-таки? Толкование пишет о том, что это был пророческий или символический акт. Израиль-зряда тех, о которых мы читаем в Танахе, когда речь Господь Бог ведет о грядущем суде. Например, Давид Стерн в своем комментарии указывает на Иеремию, который купил, а затем разбил глиняный сосуд. Это 19 глава, в ней эта сцена описана. Также на Езекииля, который сперва сделала, а потом сжег магет Иерусалима. У Езекииля в 4 и 5 главах об этом говорится. Вот оба эти действия, это примеры таких пророческих предупреждений Израилю. Еще один очень известный пример, это пророк Исаия, который по слову Божьему ходил 3 года ногой и босой. В 20 главе он пишет об этом в своей книге. Это было сделано в знак суда Божьего над Египтом, который будет выполнен руками ассирийцев. Ну хорошо, давайте допустим, что Ешо проклял бесплодную смоковницу символическим или пророческим. Тогда встает следующий вопрос, а что же именно символизировала та смоковница? И почему все-таки он не исцелил ее от бесплодия, если он увидел, что она бесплодна, а проклял навеки? Многие христианские комментаторы на протяжении всей истории церкви отождествляли эту смоковницу с народом Израиля. Почему? Ну вероятно исключительно из-за желания видеть Израиль проклятым, поскольку библейских оснований для этого отождествления нет. Ведь в Танахе Израиль чаще всего уподобляется не смоковнице, а винограднику. А смоковница, если где-то и символизирует Израиль, то в соседнем же стихии его также символизирует и гранатовое дерево. То есть в отличие от виноградника, смоковница, так сказать, не закреплена за Израилем как стандартный библейский символ. Тогда что же все-таки она символизирует в данном случае? Ответ на этот вопрос нужно искать в контексте истории. Что же мы видим в контексте? Непосредственно перед этой историей в стихе 11 Марк говорит, Ешо вошел в Ярушалайм, направился во двор храма и хорошо все осмотрел. Но так как уже было поздно, он пошел вместе с Талмидим в Бейтанию. И на следующий день, сразу после проклятия смоковницы, он идет снова в храм. Там, в храмовом дворе, он устраивает вот этот демарш, после чего первосвященники и учителя Торы хотят расправиться с ним. Под вечер он уходит с учениками из города, а на следующий день они снова возвращаются в храм. Когда Ешо прохаживается по двору храма, первосвященники пытаются устроить ему допрос о его вчерашнем поведении. Ешо не дает им сделать это и сам рассказывает им притчу, в которой сравнивает их со злодеями, пытавшимся прибрать к рукам чужой виноградник. Это притча уже в 12-й, следующей главе Марка. Таким образом, проклятие смоковницы, если посмотреть весь этот контекст, это эпизод, который Марк обрамляет с двух сторон посещением храма и демонстрацией в нем и последующим конфликтом с первосвященниками, со служителями храма, главными служителями храма. Какой же напрашивается вывод? Вывод, очевидно, напрашивается следующий, что смоковница символизирует либо сам храм, либо что-то или кого-то, имеющее к нему непосредственное отношение. Но что же именно, нельзя ли поконкретнее? Можно, но для этого нам придется вникнуть в некоторые детали, касающиеся храма и людей, упомянутых Марком в эпизоде с перевернутыми столами. Обо всем об этом в следующей части программы. Спасибо. Шалом. Мессианский центр «Возвращенные на Сион» из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве Иешуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.oazis.media.tv Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова